В рабочую группу вошли представители общественности, депутаты городского совета и представители городской власти. Ее задача на первом этапе – определить форму и сроки проведения общественных слушаний. Громадские обговорения – это одна из форм консультации, которая является достаточно широкой, которая предусматривает разные, абсолютно разные формы получения предложений от наших горожан. Для охвата более широкой аудитории предлагается задействовать социальные сети. И мы тогда увидим более объективную картину, поскольку райадминистрации и круглые столы ограничены помещениями. После этого, считают члены рабочей группы, нужно провести слушания в вузах, ветеранских и общественных организациях, а также в трудовых коллективах предприятий. У каждого из нас есть свое мнение, но по мнению и городского головы, и по мнению нашего коллектива, все-таки надо услышать в первую очередь мнение всех горожан города Запорожья. Поэтому всех, естественно, и молодежи, и пенсионеров, и людей, которые просто проживают в нашем городе, для того, чтобы понять, определить дальнейшую судьбу этого памяти. Среди возможных вариантов решения вопроса – отправить монумент на переплавку, оставить на хранении в коммунальном предприятии или использовать как музейный экспонат. Но предложений может быть больше. Члены рабочей группы должны подумать над ними до конца недели и на следующем заседании, 16 февраля, утвердить список. На следующем заседании у нас все-таки уже будут определены и вопросы, и, соответственно, сроки проведения, и все-таки уже мы будем давать официальное объявление для того, чтобы проводить уже общественные обговоры. Предполагается, что на подготовку решения о судьбе памятника с учетом мнения всех запорожцев понадобится не менее трех месяцев.